Уважаемые товарищи, работа наша подходит к концу. Что хотел бы сказать в завершении. Сделано немало, сделано много, но предстоит сделать ещё больше. Сейчас некоторые наши, как мы их называем, партнёры, конкуренты, уже называют наши вооружённые силы и высокотехнологичными, и эффективными, но и современными. Это хорошо, конечно, что даются такие оценки, но мы с вами должны исходить из реалий. А реалии мы с вами должны проверять на практике, в ходе учёбы, в ходе освоения современной техники, которая поступает и будет поступать в войска, в ходе подготовки кадров и повышения дисциплины, что совершенно необходимо для вооружённых сил. Наша постоянная работа с промышленностью показывает, что планы развития вооружённых сил Российской Федерации являются не только масштабными, но и впечатляющими. Уверен, что вот это впечатление, о котором я сейчас сказал, оно найдёт своё понимание после того, как все наши планы будут реализованы. Но нам нужно наладить совместную работу промышленности и вооружённых сил и по освоению новой техники, и по вводу её, своевременному вводу в эксплуатацию, постановку её на боевое дежурство. Для этого, конечно, нужно своевременно тоже, грамотно, с наименьшими затратами готовить инфраструктуру. Не только кадр, но и инфраструктуру. Невозможно, когда лодки у нас стоят у стенки и вырабатывают ресурс для самообеспечения. Но это касается не только лодок, это касается и авиации, это касается и всех других систем. Неправильно и не по-государственному, когда новейшие ракетные комплексы, в том числе те, которыми мы, безусловно, гордимся, и которые поступают на вооружение. Сухопутные войска хранятся ненадлежащим образом. Специалисты понимают, о чём я говорю. То есть предстоит сделать ещё очень много. И я очень рассчитываю на то, что нам с вами, так же, как и в этом году, в будущем удастся наладить вот эту очень ответственную совместную работу. Она должна быть налажена не только с промышленностью, но и с гражданскими органами власти и управления. Министр сейчас некоторые вещи сказал. Хочу их подтвердить. Это так и есть. В ходе учений и отработки совместных действий с гражданскими органами власти стало ясно, что нормативно-правовая база нуждается в совершенствовании. Допустим, сегодня мобилизационная подготовка возложена на Министерство обороны, точнее, на комиссариаты соответствующие, а фактическую работу должны проводить руководители субъектов Федерации. И для них эта работа является второстепенной как бы. Но мы понимаем, что в известных условиях эта работа становится или может стать чрезвычайно важной. И поэтому нам необходимо концентрировать административный ресурс на выполнении стоящих в этой сфере задач. Вот это первое. И второе – это территориальная оборона возложена сегодня на различные ведомства и никак не централизована. И в этом смысле тоже нужно поднять ответственность руководителей субъектов Российской Федерации. Прошу Совет Безопасности проработать эти вопросы с правительством, с соответствующими ведомствами заинтересованными и представить свои предложения по совершенствованию этой нормативно-правовой базы, имея в виду необходимость поднятия ответственности руководителей регионов Российской Федерации и за мобилизационную готовность, и за так называемую территориальную оборону. Уважаемые коллеги, товарищи генералы и офицеры, вы видите, в какой обстановке мы сегодня живём, какие угрозы вокруг нас возникают. Мы сегодня очень коротко об этом упомянули, но сидящие в этом зале специалисты и так всё понимают. Часто мы сталкиваемся с неадекватной реакцией на защиту наших национальных интересов. Но мы с вами должны работать спокойно, ритмично, по-деловому относиться и к тем недоработкам, которые выявляются в ходе практической работы, в ходе учений, или внезапных проверок. И, безусловно, обязаны выйти на решение этих задач, которые стоят перед страной в сфере обороны и безопасности, в полной мере ответить на ожидания российского народа, который надеется на вооружённые силы, надеется на руководство Министерства обороны, на командиров подразделений, на личный состав вооружённых сил. Решение этих задач, должно решение этих задач, зависит от вас. Хочу пожелать вам успехов, поблагодарить за работу в уходящем году и пожелать успехов в новом. Спасибо вам и всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ